Коллеги, добрый день, спасибо за приглашение, и мы подозревали, что обсуждение будет касаться не только ботанической и по человеческой стороны дела, но, судя по программе, я один из немногих, кто собирается что-то говорить про рекреацию с другой, с третьей стороны, а именно с точки зрения, извиняюсь, птиц. Здесь специально написана программа «Птица Москвы и Подмосковья». Дело в том, что уже больше 20 лет, в этом году в декабре будет 25, как в Москве при зоологическом музее действует программа таких любителей орнатологических наблюдений, поскольку Москва и окрестности – это самые густонаселенные бедвёчерами, любителями птиц район нашей страны, то вот такая вот программа у нас создалась. Основная её задача – собирать все возможные сведения о птицах в нашем регионе. Ну, естественно, в Москве тоже. Создан атлас птиц в Москве уже почти 10 лет назад. В общем, мы, кажется, знаем про птиц в Москве довольно много. И к этому докладу ещё надо сказать, что есть какой-то личный опыт, потому что я живу на границе микрорайона Коньково и Бицевского леса, и у меня там учётный маршрут, где я каждый год считаю птиц. Такой у нас мониторинг происходит не только на этой территории, конечно. Поэтому кое-что я вижу собственными глазами, и у меня будет смесь каких-то литературных сведений, собственных впечатлений и общих представлений орнитологов, которые сводятся к тому, что специальных целенаправленных наблюдений и исследований, когда можно оперировать цифрами на эту тему, по крайней мере, у нас в нашем регионе нету практически, в стране очень мало, в мире кое-что есть, я про это скажу. Очень трудно провести границу между регуляцией и благоустройством, потому что одно без другого не бывает, и очень легко свалиться в обсуждение всяких чудес, которые сопровождают благоустройство. Поэтому я буду держаться этой границей всеми силами, а вам может показаться, что я что-то пропускаю. И, должен сказать, вообще наша, наверное, глобальная проблема при обсуждении рекреации – это то, что мы обсуждаем вечный вопрос человека и биоразнообразия. Рекреация – это такая граница между нашим каким-то таким оторванным от природы существованием и, наоборот, природными сообществами, природными экосистемами, которые очень нас привлекают. Соответственно, вот обсуждение этой границы у нас, наверное, и является центральным вопросом всей конференции, как мне показалось. Ну и не подозревая, что мы в большей степени будем говорить про города, я это чувствовал интуитивно, но кое-что из наших соображений касается вообще природных сообществ, в которые внедряется человек. Мы оставляем за бортом всякие серьезные внедрения, мы начинаем с прогулок и чего-то связанного с ними, и как это влияет на птиц. Из общих соображений, вот они здесь приведены, я позволю себе прямо по два слова сказать про каждый пункт, любая рекреация – это так или иначе уменьшение площади природных мест обитания. Если это дачный поселок со всеми вытекающими и втекающими вещами, это сразу большой кусок территории, если это дорожка в лесу, понятно, что это минимальное покушение на площадь природного сообщества. Общее беспокойство, тем более для птиц. Можно себе представить, что мы птиц пугаем, прогуливаясь с колясками, с собаками или на велосипедах, но как это измерить – это отдельный, сложный даже для орнитологов вопрос. Особенно неприятно беспокойство у гнезд. Именно в этот момент птицы уязвимы, и в этот момент мы, прогуливающиеся, можем повлиять на успех размножения. Некоторых видов больше, некоторых меньше. Особенно люди у нас, как вы знаете, концентрируются около водоемов, и, соответственно, для околоводных птиц, которые, в принципе, находятся в этой среде, в такой интразональной полосе, не очень большой по площади и очень связанной с качеством берегов, может быть, беспокойство около воды сильнее влияет. Про прогулки с собаками без поводков даже и говорить не приходится. Наверное, примерно всем понятно, к чему это может привести. Есть временной аспект. Нашей глухой зимой в каком-нибудь парке или в каком-нибудь городском лесу люди прогуливаются только по дорожкам, если не считать, лыжников, и вроде бы не очень влияют на жизнь местных, по крайней мере, птичьих сообществ. Место, где летом происходит пикник, причем эти места обычно стабильные, они разрастаются по площади и собирают иногда десятки людей, это совсем другая ситуация. Вытаптывание, ну, само по себе прямо вытаптывание, конечно, влияет на растительность и насекомых, на птиц опосредованно. Все зависит от площади. Ну, и вслед за человеком, если мы говорим про лес или про какие-то луговые сообщества, вслед за человеком приходят хищники, не только четвероногие, но и, условно говоря, сороки и вороны. Иногда бывают плюсы, которые так же, как и левую колонку измерить в цифрах довольно трудно, это требует специальных, довольно серьезных и длительных наблюдений. При появлении рекреации и сопровождающей их всяких организационных движений, вообще-то возникает мозаичность, возникают опушки, возникает новое покрытие, если это дорожки, которые иногда привлекательны для птиц некоторых. Все распадается на отдельные виды. И, значит, общее беспокойство, как я уже сказал, бывает сезонным. Какие-то сезоны оно важно, какие-то практически нет. А для некоторых птиц появляется новая корма для тех же врановых, которых мы как бы затягиваем сами в природные биотопы. И вот тут показан домовый воробей, про которого все, наверное, что-то слышали, потому что считается, что их численность падает, а поскольку это вид урбанизированный, значит, она падает в городах, значит, что-то плохо с экологией. Это символ того, что надо все очень считать внимательно и никак разобраться в этом без длительных экспериментов не удается. Нас постоянно штурмуют журналисты с вопросами о том, что случилось с воробьем. И мы уже отработали вопрос, что, в общем, не знаем. А потом идут долгие рассуждения. Если выделять из того, что было написано в прошлый раз, что важно и что нет, я бы сказал, что на птиц многие из этих вещей влияют только при крупных масштабах. А при небольшой рекреационной нагрузке важно только, пожалуй, два момента. На какой площади это происходит и насколько там прохладка тропинок расширяет зоны, в которые человек выплескивается с этих тропинок в природное растительное сообщество или близкие к природным. Ну и беспокойство у гнезд, естественно, тоже все, я думаю, это знают, что это узкий момент в жизни птиц, очень важный. Он определяет существование популяций на этой территории. Вот два ключевых каких-то пункта. И если мы говорим уже теперь не вообще о природных местопитаниях, а о городских, в том числе связанных с благоустройством, имеющих, конечно, обычно небольшие площади. И здесь вопросы сокращения площади нужных биотопов оказываются важным. Беспокойство у гнезд по-прежнему очень важно. Вообще они должны были быть выделены на одинаковые. Не знаю, почему они разного балдирования. Ну, в общем, я уже сказал, что и в городе, и в природе это примерно два главных пункта. Дополнительные минусы, которые появляются в городах. Я уже сказал о том, что обычно биотопы, нужные для птиц, здесь имеют и, во-первых, островной характер, и часто небольшие размеры. Значит, эти минусы из-за благоустройства, естественно, усиливаются. Для некоторых птиц очень важны какие-то конкретные микробиотопы. Для лесных птиц завалы из валежника, какие-то овраги, неудобные для человека, сухостой. Больные деревья с точки зрения дятлов очень хороши, а с точки зрения благоустройства наоборот. Освещение – это целый пул вопросов, который, к сожалению, должен измеряться действительно приборами, потому что он, в первую очередь, влияет на физиологию освещения в ночное время и на ориентацию птиц во время миграции. Это целый большой блок, целый отдельный доклад, но, как и все остальное, можно обсуждать только если у нас в руках цифра. Ну, про изменение берегов водоемов я уже сказал. Именно в городах их благоустраивают с утроенной энергией, и это действительно очень существенно влияет на жизнь околоводных птиц или водных. Везде есть и плюсы, и минусы. Ни одна медаль не была еще у нас односторонней, значит, просто плюсы, видимо, меньше, но прокладывают дорожки, значит, люди меньше лезут в кустарник и под покров деревьев в среднем. Хотя костры разводить удобнее, зайдя туда с дороги. Как уже говорил, создание новых биотопов, и поэтому не только вредные, как будто бы врановые птицы проникают, скажем, в лесные или в луговые сообщества, но и там какой-нибудь безвредный сизый голубь, белая трясогуска, они по этим дорожкам внедряются в леса. Для них это хорошо. Все распадается не только на цифры, но еще и на реакцию каждого конкретного вида, что тоже, наверное, прекрасно понятно. Ну и отчасти люди приносят некоторую пользу тем, что создаются какие-то полянки с множеством кормушек для зимующих птиц. Это бывает важно в экстренных ситуациях. Ну и принято развешивать скворечники и дуплянки. Их тоже развешивают в основном там, где можно пройти в лес по дорожкам. Ну и самые общие, самые какие-то глобальные выводы, которые, это уже, наверное, вам надоело, основываются только на пока в основном общих ощущениях и на том, что для каждого вида, для каждой ситуации надо все это внимательно разбирать. Вот поэтому и общие заключения такие немножко слишком общие, на мой взгляд. Значит, еще раз. Самое плохое – это именно просто сдвиг вот этой границы, вот эта вот антропогенная, а вот эта все еще отчасти или целиком природная. И в больших масштабах вы прекрасно представляете, что человек захватывает все новые и новые гектары и квадратные километры. Я уж не говорю про тропики. Даже и у нас очень многие ландшафты, в первую очередь Московская область, оказываются настолько мозаичными, что, например, всякие методы моделирования биотопической приуроченности птиц и соответствующей численности, вот для этой пятнистой территории уже там работают плохо. В масштабах области мы уже серьезно поменяли окружающий ландшафт, и вы это видели сами неоднократно. Уменьшение площади и фрагментация суда же. Так, значит, период размножения ключевой. Третий раз я захожу на одну и ту же тропинку. Ну и если мы говорим о разнообразии птиц, то нам нужны еще две-три лекции, но в первую очередь, конечно, влияние человека наиболее ярко проявляется для птиц, требующих или больших индивидуальных участков. Это хищники, это теревины, ну в среднем это крупные птицы, у которых большой участок, и он весь должен быть хорошим. Представить себе журавлей в городе, которым нужен там квадратный километр, ну не удается. Значит, дальше околоводные птицы страдают, как уже было сказано, в том числе те, которые зависят от околоводной растительности, которую при благоустройствах немножко ликвидируют. И если измеряли что-то с влиянием на лесных птиц, то те, кто гнездятся в нижнем ярусе, тетеревины в первую очередь, они, конечно, страдают быстрее. Поэтому в городе у нас нет ни рябчиков, ни тетеревов, даже на окраинах, это понятно. Для некоторых видов это плюсы чайки, врановые птицы. Птицы, я бы сказал, умные. Действительно, у них есть зачатки рассудочной деятельности. И последние исследования показали, что по некоторым параметрам они вполне догоняют человекообразных обезьян. Я тут совершенно не шучу. Самому это было немножко интересно и странно. Дуплогнезники и вообще птицы верхних растительных ярусов не очень страдают от рекреации. А пушечные виды, наоборот, получают даже дополнительные какие-то территории для своего существования. Поэтому в восьмой, седьмой, пятый раз говорю о том, что для каждого вида своя история. Что хорошо, что плохо, надо измерять прямо вот с микроскопом почти что. И самые-самые общие цифры. Общий негатив все равно есть. Это обзор примерно 70 англоязычных работ. Предпринят уже 15 лет назад. Понятно, что сейчас такой обзор сделать, он утроит или учитверит это количество. Но общая тенденция понятна. На физиологические параметры птиц оказывается заметное влияние. Потом неизвестно, как это влияние на физиологию влияет на их встречаемость и численность. Большинство этих работ показывает, что поведение птиц меняется. Либо влияет на пищевое поведение. Вообще время тревожности возрастает. Ну и кончается тем, что какое-то время уходит на просто перемещение, на бегство, как я его здесь назвал. Опять большая часть работ, которая касалась изменения численности, показывает, что все-таки она в целом, в среднем, по многим работам снижается. При усилении рекреации. Ну и успех размножения, на что я намекал несколько раз, тоже действительно зависит от степени рекреационной активности. Но, как вы видите, там примерно 10% работ показывает, что иногда для некоторых видов ничего страшного, а для некоторых иногда даже хорошо. Надоел я с этими повторами. Вот это, видимо, главный лейтмотив моего доклада. Ну и, конечно, общая тенденция, чем сильнее нагрузка, тем больше птицы в целом страдают. Но подчеркну еще раз, что при их высокой подвижности, при относительно больших участках индивидуальных, влияние рекреации на птиц очень такое вот косвенное, опосредованное. И, конечно, ботаники, энтомологи, почеловеды замечают это воздействие гораздо раньше, чем орнитологи. То есть какой-то страшной печали я передать вам, наверное, не хотел. А для некоторых видов, повторяю, это даже здорово. Спасибо. Спасибо.